Чья победа? 28 мая 2019-19-3. Кирилл Бенедиктов. Политолог, автор политической биографии Дональда Трампа «Черный лебедь». Завершившиеся выборы в Европарламент продемонстрировали простой, в сущности, факт. Средний человек вообще и средний европеец в частности представляют собой пластилин, из которого пропаганда и средства массовой информации способны вылепить что угодно. Также по теме. Европа устала быть рабыней элит. Центристы теряют большинство в Европарламенте. По итогам выборов на выборах в Европарламент посчитали предварительные результаты голосования. Главным итогом стала утрата лидерства двумя. Итоги выборов можно, конечно, объявить большим успехом евроскептиков и правых консерваторов, но это будет не вполне честно. По сравнению с прошлыми выборами, 2014, они увеличили свое представительство в Европарламенте только на 5%. И если в 2014 году результаты выборов в Европ западные СМИ описывали как политическое землетрясение, то в 2019 это в лучшем случае политический авторшок. С одной стороны, теперь евроскептика в стенах Европарламента не пятая часть, а целая четверть. С другой, то, что в иное время и впрямь стало бы славной победой, в 2019 году выглядит непропорционально маленьким шагом вперед. Судите сами. За последние пять лет все те проблемы общеевропейского дома, которые в 2014 вызвали политическое землетрясение, как писали тогда газеты о неожиданно высокой поддержке евроскептиков во Франции и Великобритании, никуда не делись, а, наоборот, приобрели еще более угрожающий характер. Иммигранты из Африки и стран Ближнего Востока буквально затопили Европу. Теперь на улицах Парижа или Лондона женщины в хиджабах воспринимаются как неотъемлемая часть городской толпы. Террористические акты, устраиваемые радикальными исламистами, поножовщина в транспорте, немотивированные убийства мирных жителей, все то, что еще недавно расценивалось как чрезвычайное происшествие, из ряда вон выходящее исключение из правил спокойной и безопасной европейской жизни, стало почти что нормой. Страшной, кровавой, но нормой. Но даже если не брать иммиграционную проблему, сопротивление и навязываемое сверху евроинтеграции по Брюссельске за последний год усилилось на порядок. То же движение желтых жилетов во Франции, оно ведь не только против Макрона, оно еще и против реформ, которые придумывают мудрецы из Еврокомиссии, против глобальной бюрократии, плюющей на интересы простых людей. Исторически сложилось так, что на выборах в Европарламент избирателей обычно голосует больше по велению сердца, нежели кошелька, считается, что именно страх обывателя перед возможным сокращением его доходов является главным препятствием, ограничивающим поддержку как крайне левых, так и крайне правых партий. Именно поэтому выборы в Йопе рассматриваются как надежный инструмент для определения господствующих в обществе настроений. Поэтому логично было бы ожидать, что накопившиеся в Евросоюзе недовольства брюссельским социализмом выльются в триумф евроскептиков и правых консерваторов, выступающих за Европу нации, а не за Соединенные Штаты Европы, конфедеративное сверхгосударство без какой-либо национальной идентичности. Но этого не произошло. Прибавку в 5% триумфом не назовешь. При этом явка на выборах была выше, чем когда бы то ни было за последние 20 лет. В 1999 году на выборы пришли 49,5% избирателей, а с тех пор этот показатель только падал, и в 2014 составил исторический минимум – 42,6%. В этот раз скорном для голосования пришли 50,5% избирателей. И судя по тому, что евроскептики улучшили свой результат незначительно, на этот раз мобилизовались не они, а сторонники Единой Европы. В Госдуме прокомментировали предварительные итоги выборов в Европарламент. Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предварительные итоги. Это заявление может удивить лишь тех, кто не знает, что бывший советник Макрона Хаким Эль-Каруи, которого пресса называет человеком, приближенным к президенту, в своем 615-страничном докладе «Фабрика исламизма» ни разу не касается связи между исламизмом и террором, но подчеркивает необходимость распространения истинного ислама во Франции и преподавания арабского языка в государственных средних школах. Только таким образом, по его мнению, можно противодействовать экспансии салафизма. Любопытно, что даже второе место партии Макрона было воспринято правящего Франции бюрократия как символический удар по молодому президенту. Премьер-министр страны Эдуард Филипп заявил, что принял результаты выборов со смирением, и добавил, что политическим лидерам нужно услышать это послание. Получается, что французская элита всерьез рассчитывала на всенародную поддержку своего проевропейского курса и очень расстроилась, уступив меньше 1% страшным и ужасным фашистам из национального объединения. К востоку от Франции, в ФРГ, партия-альтернатива для Германии тоже не показала особенно высоких результатов. Затк всего 11%, что меньше, чем результат на общенациональных выборах 2017 года. Тогда у альтернативы было почти 13%. А ведь на европейских выборах у крайне правых и крайне левых партий результаты обычно бывают лучше, чем на общенациональных. Настоящими победителями евровыборов в Германии стали зеленые, получившие 20%. Они опередили не только АТК, но и СДПГ, что для немецких социал-демократов стало обидным поражением, настолько обидным, что они могут даже покинуть правящую коалицию. Впрочем, немцы на этих выборах были, кажется, готовы голосовать за кого угодно. Например, два мандата в новом Европарламенте завоевал сатирик Мартин Зенеборн. За его партию, которая без особых изысков называется просто партия, проголосовали целых 2,5% избирателей. Кажется, немного, но стоит иметь в виду, что партия носит чисто пародийный характер и не имеет никакой политической программы. Самым интересным, впрочем, оказался итог выборов в Европарламент в Великобритании. Страна, которая одной ногой уже стоит за пределами ЕС, участвовала в выборах в Европарламент, поскольку Брексит в очередной раз перенесли, теперь уже на осень. И вот тут-то действительно оглушительную победу, 31,5% голосов, одержала новая партия Брексита одного из самых свирепых евроскептиков Найджела Фараджа. Правда, если Брексит, за который Фарадж борется уже много лет, все-таки состоится, ему и его однопартийцам придется сдать депутатские мандаты, но их это, скорее всего, не особенно огорчит. Выиграли евроскептики и в Венгрии, и в Бельгии, и в некоторых других странах, но отдельные выигранные баталии еще не означают победы в компании в целом. А если судить по результатам выборов, то победу одержали скорее либералы и зеленые. Главные политические силы Европарламента, Центристская Европейская Народная Партия и Прогрессивный Альянс Социалистов и Демократов, хотя и потеряли в сумме 72 депутатских кресла по сравнению с 2014 годом, по-прежнему остаются крупнейшими держателями мандатов ВИОП. В МИД России оценили предварительные итоги выборов в Европарламент. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал предварительные результаты выборов в европейский, объединившийся перед выборами Альянс либералов и демократов за Европу, Алде, и вперед, Республика. Макрона получили 105 мест, что сделало их третьей силой в Европарламенте после центристов и евроскептиков, а если учесть, что последние никак не могут договориться между собой, то, возможно, и второй. Следует иметь в виду, что Альде – самая радикальная проевропейская сила в ЕОП, а его глава Гивер Ховстад, бывший премьер-министр Бельгии, не только главный защитник идеи Европы по-брюссельски, но и один из самых крикливых алармистов ЕС, без устали предупреждающий европейцев об опасности, которую несут им Россия и лично ВВ. Путин. В опубликованной накануне выборов в ЕОП статье британской The Times под шикарным названием «Фарадж и Россия уничтожит ЕС» Верховстад заявляет, если европейские лидеры не смогут остановить тренд популизма, Евросоюз будет разрушен в результате поддерживаемого Россией националистического переворота на выборах в 2024 году. Теперь Верховстад может спать спокойно, тренд популизма, по крайней мере, временной в стенах Европарламента, приостановлен. Конечно, остаются опасные горячие точки, например Италия. Там возглавляемая нынешним министром внутренних дел Маттиас Альвини Лига, правые евроскептики, объявившие открытую войну Брюсселю, получила рекордные 34,3% голосов, а их союзники по правящей коалиции, популисты из движения «Пяти звезд» – еще 17,1%. В сумме это дает больше половины всех голосов избирателей. Помимо всего прочего это означает, что уже осенью в стране могут пройти внеочередные выборы, а Альвини может стать премьер-министром. Еще один кошмар для Брюсселя. Например Австрия, где в результате провокации спецслужб был скомпрометирован и удален с политической сцены лидер главной евроскептической силы страны, австрийской партии «Свободы», Хэнц Кристиан Штрахе, показывает, что с отдельными бунтарями, осмеливающимися бросить вызов глобальному европейскому проекту, хозяева дискурса пока успешно справляются. А что вся эта возня в европейской политической песочнице означает для России? Да в общем-то только то, что на Западном фронте все остается без перемен. Да, немного расширится представительство в Европарламенте несистемных евроскептиков, входящих во фракцию Европа-Партия и Свобод. Но одновременно усилится и влияние левых либералов, включая зеленых, которые остаются последовательными и упорными противниками нашей страны. Именно при поддержке этих сил весной этого года была принята печально известная резолюция Европарламента о прекращении стратегического сотрудничества с Россией, усилении антироссийских санкций и запрете на строительство Северного потока, 2. Хотя эта резолюция не имеет обязательной юридической силы, она очень наглядно показывает, какое отношение к России является мейнстримом в стенах Европарламента. И то, что выборы 2019 года не стали триумфом евроскептиков и правых консерваторов, не позволяет, увы, надеяться на то, что это отношение изменится в лучшую сторону. После того, как стали известны результаты выборов в Европарламент, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что отныне те, кто стремится к сильному Европейскому Союзу, должны объединить свои усилия. Этот призыв, без сомнения, будет услышан, и в следующие пять лет коалиция центристов и леволибералов будет теснить евроскептиков по всем фронтам. И не только в Европарламенте, но и в таких структурах, как Совет Европы и его парламентская ассамблея. Это в очередной раз ставит под вопрос необходимость возвращения России в пассе, на котором, в первую очередь, из меркантильных соображений настаивают в Совете Европы. Сейчас Россию зазывают в пассе, обещая, вот щедрость то какая, вернут право голоса, которого нашу делегацию лишили в 2014 году в наказание за Крым. Но, как показывают результаты выборов в Европарламент, ожидать серьезного изменения отношения к нашей стране не стоит, те силы, которые действительно выступают за нормальный диалог, по-прежнему в меньшинстве. Как только Совет Европы получит от Москвы взносы за два года, более 60 миллионов, нас тут же примутся воспитывать, наказывать и ставить в угол. Ведь и в пассе, и в Европарламенте правят бал примерно одни и те же политические силы. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.